прекрасная йоги йога это не асана йога это жизнь асана это просто инструмент с помощью которого вы это ваша лаборатория ваше тело острова это ваше тело лаборатория йоги вот жизнь это не только лаборатории мы выходим за пределы работа лаборатории все те же самые принципы которые мы открыли в теле нашим они тоже работают потому что тела это часть природы это часть жизни, в ней вы можете посмотреть на прямом опыте, убедиться, как работают причинно-следственные связи. И когда вы начнёте расслабляться, позволять телу расслабиться, отпускать это чувство деятеля, контроль и так далее, во вашей внешней жизни тоже начнут проявляться, как зеркально эти изменения начнут проявляться. Если посмотреть на русский язык, то много у нас есть выражений, которые отражают внешнюю и внутреннюю реальность одновременно. Например, есть такое выражение «ты у меня в печёнках сидишь», или «лопни моя селезёнка», или «легко на сердце», или «тяжело на сердце, как камень». Если вы начнёте чувствовать своё сердце, ничего с ним делать не нужно, просто чувствовать его, оно начнёт расслабляться, потому что есть присутствие, есть кто-то вместе с ним. Плюс структура тела должна тоже быть заземлена, чтобы все органы и ткани могли расслабиться. Когда вы начнёте чувствовать сердце, расслабляться, создаться пространство больше в грудной клетке, вы увидите, как это повлияет на ваши сердечные отношения тоже. У вас появится место, чтобы чувствовать себя, и кого-то другого вы тогда сможете почувствовать. Ваша способность чувствовать себя, и все эмоции, все взлёты и падения, все разные силы, которые существуют в природе, пропускать их всех через себя, она будет соответствовать вашей способности чувствовать других, пропускать других через себя. Сердечные дела всякие. То же самое, если у вас кто-то сидит в печёнках, вы чувствуете свою печень, и она расслабляетесь, начнёт вымывать, что-либо там застряло. И это создаст такую ситуацию снаружи, которая тоже сделает так, что выскочит у вас из печёнок то, что там сидит. И таким образом происходит порядок, поддержание внутреннего порядка. И этот внутренний порядок, он в свою очередь вызывает внешний порядок. Всё взаимосвязано. Прекрасной йоги. Прекрасного дня.